К сожалению, до недавнего закрытия мотосезона в Алтайском крае дожили не все. В этом году число аварий с участием байкеров увеличилось на 10%. Смертность выросла примерно на треть. За 8 месяцев 2024 года на территории Алтайского края зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей мототранспорта, в которых 13 человек погибли и 154 получили ранения. Из них с участием несовершеннолетних произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 40 детей ранены. Число детей, получивших ранения, и вовсе увеличилось почти вдвое. Оно и понятно, говорят эксперты. Зачастую подростки садятся за руль пидбайков или мопедов, не имея прав. Однако в целом, как рассказывают опытные байкеры, из года в год статистика разная. Иногда сезон проходит относительно спокойно, иногда жертв бывает много. Предугадать сложно. ДТП, как правило, происходит. Большая часть и основная не по вине мотоциклистов, а по вине других участников движения. Автомобилистов, бывает нетрезвых пешеходов или просто пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Конечно, мотоциклисты тоже сами бывают зачастую виноваты. Обычно аварии случаются у тех, кто только начинает вкатываться в жизнь на двух колесах, перебарщивают со скоростью, не считывают дорожную обстановку или и вовсе могут сесть за руль пьяными. Однако бывают ситуации, когда виновата вообще дорога. Речь не только об опасных для мотоциклов ямах. Вот сейчас, буквально пока ехал сюда, то есть где-то на повороте есть песок или галька. То есть это может просто мотоцикл уйти в занос, неконтролируемый абсолютно. Чаще аварии все же происходят в городе, на перекрестках. Люди выезжают недалеко и одеваются легко. По словам байкеров, очень важно надевать хотя бы минимальную защиту. Все-таки она действительно может спасти жизнь. Защиту должен надевать и пассажир. Кстати, очень важно держать мотоциклиста за пояс. Притом, действия по типу наклона нужно выполнять одновременно с водителем. И ни в коем случае ему нельзя мешать во время маневров. Особенно, когда он вклинивается рядом с автомобилем. Да, это разрешено. Правила дорожного движения властят, что сколько транспортных средств помещается в полосу, сколько и может в ней находиться. То есть, вот таким примерно образом. Чтобы пережить следующий сезон, прожженные байкеры советуют не гнать, не употреблять, мотоцикл проверять, защиту надевать и у других участников движения не забывать. А тем, кто только собирается купить свой первый двухколесный агрегат, опытные мотоциклисты рекомендуют следующее. Двигатель должен быть не выше 600 кубов. Таких коней и обуздать легче, чем литровые байки. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.